Внимание! Данный выпуск носит исключительно познавательный характер и не несет призывов к действиям по реабилитации нацизма. Если вы очень впечатлительны, у вас неуравновешенная психика или вам не исполнилось 18 лет, то лучше посмотреть любой другой ролик на нашем канале. Берегите себя! Всем привет! С вами Краткая История. Как это ни странно, сегодня вопрос о преступлениях нацистов стало модно пересматривать и даже подвергать сомнениям. Чтобы развеять подобные иллюзии, сегодня мы поговорим об ужасающей странице истории – Холокосте. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал. А теперь присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Всего в годы Второй мировой войны было преднамеренно истреблено около 20 миллионов человек, в том числе примерно 7,5 миллионов советских граждан. Из всех жертв войны около 6 миллионов были евреями, которые подлежали уничтожению только из-за своей этнической принадлежности. 2 миллиона 800 тысяч из них, то есть почти половина, были советскими гражданами. В годы Второй мировой войны о страданиях евреев знали многие, однако одни не верили в сообщаемые сведения, другие не подозревали масштаба, третьи считали уничтожение целого народа невозможным. Только после окончания войны появились специальные термины, описывающие происходящее. Наиболее известный американизм – Холокост, от греческого «всесожжение». Исследователи Мемориального музея Холокоста в США утверждают, что в странах Европы с 1933 по 1945 годы было 42,5 тысячи лагерей и гетто. Именно там заключенных принуждали работать в самых тяжелых условиях и до тех пор, пока человек не ослабевал, а слабых убивали. Нацисты были ярыми антисемитами, они безосновательно обвиняли немецких евреев в предательстве во время Первой мировой войны. На них возлагали вину за экономическую депрессию в Германии в 20-х – начале 30-х годов. Антисемитизм был частью общей расистской идеологии, ставившей целью уничтожения не только евреев, но и других нежелательных групп населения, включая цыган и гомосексуалистов. Притеснения евреев в Третьем Рейхе начались уже в 1933 году, вскоре после прихода нацистов к власти. Сначала представителям этой нации запрещали работать на госслужбе, а спустя два года приняли Нюрнбернские законы. Теперь евреи не могли вступать в брак с арийцами, были лишены политических и ряда социальных прав. Затем давление усилилось. Появился запрет на профессии банкира, офицера и адвоката, на право обучать детей вместе с немцами, на возможность посещения культурных мероприятий. С этого момента собственность евреев принадлежала обязательной регистрации. После аншлюса в марте 1938 года командированный в Вену оберштурмфюрер отдела по делам евреев берлинского гестапо Адольф Эйхман приступил к решению специфической задачи. Его ведомство должно было максимально ускорить процесс выдавливания евреев из Германии, при этом вытянув у отъезжающих как можно больше денег. Центральное бюро еврейской эмиграции разместилось в конфискованном нацистами в Венском особняке Ротшильдов. Кстати, если тебе интересно узнать больше о другой знаменитой династии – Рокфеллерах, посмотри это видео. В итоге, к середине 1938 года Германию покинули 213 тысяч евреев, а всего до начала массовых убийств успели уехать около 400 тысяч человек. А 7 ноября случилось событие, которое можно назвать отправной точкой зверств в отношении еврейского народа. Живший в Париже 17-летний польский еврей Гершель Гриншпан пятью выстрелами тяжело ранил секретаря германского посольства Эрнста фон Ратта, скончавшегося спустя два дня. По иронии судьбы, дипломат находился под колпаком у гестапо как скрытый антифашист. В ответ в ночь на 10 ноября по всей Германии и Австрии фашисты устроили погромы, разрушали синагоги и били витрины принадлежавших евреям магазинов. Это событие стало известно как «Хрустальная ночь». Впрочем, о физическом уничтожении евреев речь еще не шла. Было решено покрыть убытки от погромов, 25 миллионов марок, в том числе 5 миллионов за разбитые витрины, за счет конфискации имущества у евреев, установить для них опознавательный знак в виде желтой звезды на одежде, запретить учиться в государственных школах и университетах, лечиться в государственных больницах, посещать пляжи и курорты. В начале 40-х в оккупированных городах Восточной и Центральной Европы и Советского Союза немцы сгоняли еврейское население в специально отведенные для этого районы. Многие из них были огорожены стенами, и люди жили там в полной изоляции от остального мира. Обитатели других гетто имели возможность выходить в город на работу. Самую большую известность получила Варшавское гетто, где находилось 400 тысяч евреев. Не только потому, что оно было самым крупным, но и потому, что весной 1943 года его узники подняли восстание, которое было жестоко подавлено. Историки до сих пор не могут решить, были ли гетто с самого начала перевалочной станции для отправки собранных вместе евреев в лагеря, или предназначались только для высылки и изоляции евреев. Так или иначе, уже начиная с 1942 года фашисты начали в массовом порядке отправлять обитателей гетто в концлагеря с целью уничтожения. 20 января 1942 года на вилле Марлир в Берлине состоялась конференция по окончательному решению еврейского вопроса. Технические детали убийства 12 миллионов человек, а именно столько евреев планировали уничтожить нацисты, были утверждены, и машина смерти заработала. Первый концлагерь был создан в Германии еще в 1933 году для противников гитлеровского режима. Однако колоссальный размах сеть лагерей смерти приобрела после принятия окончательного решения. Методическая и рациональная организация убийств – вот что больше всего поражало современников и потомков этой истории. Так, лагерь смерти Бухенвальд начал работу в 1937 году, а через 8 лет имел 66 филиалов и внешних рабочих отрядов. Через него прошло около 240 тысяч узников, 56 тысяч из которых было уничтожено. А еще этот лагерь стал печально известен благодаря Ильзе Кох, супруге коменданта. Согласно показаниям бывших узников, Ильза развернула в концлагере настоящую охоту на людей с татуировками. Выбранных ей жертв под предлогом медосмотра доставляли в лагерный лазарет, и там убивали смертельной инъекцией. Коменданша запретила расстрел, чтобы не испортить пулей картинку. Патологоанатомы свежевали трупы и далее кожа попадала в руки специалистов по выделке, тоже из числа заключенных. Жены офицеров СС завистливо ахали, приходя к Ильзе домой. Она хвасталась кожаными абажурами ручной работы, переплетами книг, картинами на стенах и даже скатертью для кухонного стола из спины певицы парижского кабаре. За свое жуткое увлечение она получила среди узников прозвище «Фрау Абажур». В других лагерях было не лучше. Заключенных принуждали к рабскому труду, ставили на них чудовищные медицинские эксперименты. О некоторых из них вы можете узнать больше, посмотрев это видео. Разница между концлагерем и лагерем смерти состояла в том, что первый существовал для того, чтобы заставить узников сначала работать. Вторые изначально создавались для уничтожения. Узники не жили более двух часов. Именно столько времени занимал путь от станции до газовой камеры. Как правило, перед депортациями из городов или гетто людям говорили, что их везут на работы в семейные лагеря. Эту иллюзию поддерживали до самого последнего. Людей просили написать открытки родным или знакомым домой. Затем направляли на дезинфекцию. В концлагерях она представляла собой душ и обработку специальным раствором. При этом женщинам остригали волосы. Их потом использовали частные фирмы для производства канатов и тканей. И только потом жертвы попадали в душевые, где их травили газом, а трупы сжигали. Если, например, в Аушвице и Майданике использовали сильно действующий газ «Циклон-Б», то в Собиборе угарный газ от дизельного мотора. В Хелмна применялись газенвагены-душегубки. Людей сажали в кузов грузовиков, и по пути на место сожжения трупов в лесу все они погибали, так как выхлопные газы шли внутрь грузовика. Перед убийством заключенных снимали одежду и обувь, вырывали золотые коронки. Ничто не должно было пропасть. В дело шли даже трупы, из жира по слухам варили мыло. Впрочем, впоследствии музей Холокоста заявил, что это всего лишь слух, пущенный самими нацистами для устрашения. Но далеко не все евреи доезжали до лагерей. Так, на оккупированных территориях СССР за армией двигались специальные части, аэнзацгруппы, на которые возлагалась ответственность по уничтожению партийных работников и евреев. Методы были самыми жестокими. Мужчины сбивали, женщин насиловали, евреев пытали и после расстреливали, сваливая тела в специальные ямы. На детей и младенцев не тратили пули, просто убивали ударами прикладов или разбивая головы о деревья. Самые массовые расстрелы были осуществлены 29-30 сентября 1941 года в Киеве, на окраине под названием Бабий Яр. Здесь за несколько дней убили около 33 тысяч евреев. На территории современной России самая крупная антиеврейская акция была осуществлена в августе 1942 года в Ростове-на-Дону, вернее, на его окраине, в Змеевской балке. Здесь были убиты более 10 тысяч евреев. Почти до самого конца войны в странных освободительницах не осознавали масштабы и степень бесчеловечности авторов и исполнителей окончательного решения. При освобождении концлагерей военачальники были потрясены увиденным, но свое обещание наказать виновных они сдержали. Эту задачу выполнил Нюрнбергский процесс, в ходе которого десятки нацистских преступников были осуждены. Ты можешь написать в комментариях, что в этой ужасной истории шокировало тебя больше всего, а еще предложить свою тему для наших следующих выпусков. Не забудь поставить лайк, активировать колокольчик и подписаться на наш канал. А с вами, как всегда, была Краткая история. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!